Вместе о приезде нагайца из Австрии не оставило равнодушным молодежное движение Нагайстан, которое и организовало встречу для Абдул-Атифа Чевчи. Встреча таких людей, как вот у нас Абдул-Атиф сегодня в гостях с Австрией и Нагайц. Такие личности у Нагайцев есть повсеместно в Турции, в Румынии, в Австрии, в Дании. Нам надо встречаться, общаться. Это повысит единство среди народа. В первый день его визита в редакции газеты Нагайда-Вассе была организована встреча, где были ученые, поэты, писатели, историки, филологи, политики и журналисты. Абдул-Атиф Чевчи рассказал о себе и с большим удовольствием слушал участников встречи. Абдул-Атифа Чевчи в первую очередь не интересовала, каким Нагайцам относится его семья. По диалекту разговорного языка и тамге его рода, Рамазан Кирейтов, доктор исторических наук, определил принадлежность рода Абдул-Атифа Чевчи. На следующий день гости посетили музей в ауле Иркинхалк, где были представлены старинные книги, кольчуга, национальная одежда, женские украшения и аксессуары, произведения местных художников и скульпторов. В ауле Иркинхалк состоялся праздничный концерт, на котором выступили лучшие ногайские исполнители и художественные коллективы. Магарби Сиитов, Муратхан Туркменова, Расул Сиитов, Белла Найманова, ансамбль Алтынай, Алтыншаш, Мамитекей, Фантазия, Звездочка. В своих выступлениях артисты разного возраста старались отразить культуру и быт ногайского народа, национальные традиции. Песни, танцы, национальные мотивы, разумеется, не оставили равнодушным гостям из Австрии. Абдул-Атифу Чевчи подарили ногайский флаг. В числе участников праздничного мероприятия были министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Валерий Казаков, временно исполняющий обязанность главы Ногайского района Магомед Санглебаев, а также главы пяти ногайских аулов. После концерта гостей ожидал ужин, состоящий из блюд национальной кухни – сурпа, вареная баранина, хинкав, лакумы, ногайский чай. Удивительно, что проживая в Австрии, Абдул-Атифу Чевчи очень хорошо говорит на родном языке. На вопрос, почему он приехал в Карачаево-Черкесию, Абдул-Атифу Чевчи ответил. Это была моя самая большая мечта – общаться с ногайцами из России, узнать больше об истории и культуре своего народа. Друзья-ногайцы, с которыми я познакомился в Москве, сказали, чтобы узнать больше о своем народе, я обязательно должен побывать на Кубани. И я очень рад, что осуществил эту мечту. Мое сердце переполнено радостью. Айнара Найманова, Мухаммед Кочев, Бремя новостей.